Закажите бесплатную кредитку Альфа-банка с целым годом без процентов и получайте супер кэшбэк рублями каждый месяц. А еще бесплатно снимайте наличные в любых банкоматах. Не просто выгодно, альфа выгодно. Сегодня один из моих самых волнительных и ожидаемых выпусков. Отечественная Джена Артега нашего рынка. Леон. Самая активная моя жизнь была в 6.5. Я знаю, борьбой занимался. Нет, я далеко не фанат драка всего этого. Ну, махаешься неплохо, мы все видели. У меня есть пару медалей, я занимал первыми ставками в Санкт-Петербурге. Рэпчик был какой-то. Это пусть это останется у меня, детям покажу потом своим. Мы сейчас проверим твои баскетбольные навыки. Видели бы продавцы, как продавать надо? А то стоят, тут ломают с кадра. Мам, если ты будешь смотреть, я тебя люблю тоже. Дорогие друзья, всем добрейшего времени суток. Сегодня один из моих самых волнительных и ожидаемых выпусков. Почему? Потому что у нас в гостях отечественная Джена Артега нашего рынка. Леон. Бро, привет, рад видеть. Как тебе наш магазин? Ты сегодня первый раз в нем, да? Слушай, да, я здесь первый раз и это топовый уровень. Спасибо, спасибо. Очень стараемся. Ты когда-нибудь уже имел свойство здесь закупаться или нет раньше? У нас, может быть, в России? В России, да. В России я много вас покупал, и мои друзья, знакомые. И если в целом что-то... Как это мысли о кроссовках? Благодарим, благодарим. Сегодня будет много моделей, которые ты еще себе не купил. Мы сегодня будем ходить по разным местам, обсуждать интересы вообще в стрит-вире. И, естественно, коллекцию кроссовок тебе пополнять по-любому, да? Все, тогда начнем с зоны редкого. Медведи, вообще прекрасный предмет декора. Мы с тобой до съемки успели поговорить, что ты хотел в какой-то момент себе заставить квартиру, но у тебя по каким-то причинам не получилось. Слушай, у меня просто там, где я живу, квартиры, то есть, они все в таком стиле выполнены, где, условно, что-то против вот этого бы не вписалось, а так у меня есть такая небольшая нереализованная некая, можно сказать, мечта маленькая, чтобы просто там, да, в туалете, в гардеробе, в комнате поставить, так вот, ну, любоваться на него. А ты когда первый раз вообще увидел Барбрика где-то, чтобы, знаешь, типа, желанием купить? Слушай, ну, наверное, это очевидно, я увидел это от Тимаса, когда начал это коррекционировать, он показывал свою коллекцию, я такой, думаю, блин, классная штука. Это, получается, наверное, когда он первые фотки выставлял из лифта, тебе было лет, ну, года три назад это было, получается? Офигеть, да. Сейчас 12 лет. Расскажи, ты понимаешь, что можно теоретически инвестировать деньги в эту историю? И сейчас ты, наверное, все больше обладеваешь финансовыми возможностями самостоятельными? Думал ли ты, например, вложиться в коллекцию Барбрика, чтобы потом ее куда-нибудь продать со временем? В общем, да, я думал. Я думал о том, в принципе, как можно сохранить деньги, и в этом мне помогли, безусловно, родители. Это понять, что их надо как бы сохранять, а не просто тратить, безусловно, что-то. Не было такого, чтобы я прям задумался именно о Барбриках. Но сейчас я, когда их вновь, так сказать, увидел, кажется, они походнее. Визуально что-то здесь, может, цепляет вообще? Из Барбриков этих мне, они все классные, но почему-то мне очень нравится именно тот с цветами внутри. В нем есть что-то такое. Слушай, меня радует твое романтическое настроение вообще в эту новогоднюю дубайскую пару. Да, это Барбрик флора, внутри настоящий искусственный цветок. Ты на подарок кому-то это рассматриваешь? Наверное, это пусть будет моим первым Барбриком. Хороший выбор, хороший выбор. Теперь весь интернет будет искать у кого-нибудь stories просто этого Барбрика. Знаешь, такая история. Так, первый Барбрик уходит. А знаешь ли, что Барбрикс коллаборировались практически вообще со всеми брендами, которыми только можно? Как думаешь, с каким брендом вот тебе бы самому хотелось увидеть коллабу, чтобы ты вот поставил и у тебя максимально резонирует? То есть я, когда найковских Барбриков дома ставлю, я прям понимаю, это вот максимальный матч. Ну, честно, я ему сейчас назову то, что уже есть, так как я не сильно в этом разбираюсь. Мне лично интересно было бы увидеть дизайнера Мирикоунс, может, ты знаешь, он бы сделал что-то явно классное. Ты сейчас сильно интересуешься брендами Рикоунс и вообще этим хайфэшнам? Сейчас я как-то уже более ушел в таком стиле, как бы старбой, но в прошлом году я прям такой кайфовал. Вайпер был, честно. Да, реально, можно сказать, жесткий вайпер, у меня стилет, там до сих пор дома дофига пара у меня есть. Рикоунс, геобаскет, розовые волосатые, всякое подобное такое, дикое. Ну, сейчас как ты такое думаешь? Классно, да? Но если куда-то по настроению. То есть у меня вот так вот в стиле моем, а так я могу там одеться полностью, если хочу в Old Money, прям в Old Money. А классика, например, то есть классика реально садится спокойно в стилечек? Я не могу классику на себя примерять, мне вообще как-то не получается. Классика, если ты имеешь в виду вот в стиле Old Money, рубашки, это все, мне по словам как бы родителей всех знакомых идет. А знаком ли ты с фигурками КАФС? Вообще знаком ли ты с другими какими-то коллекционными айтемами? Да, конечно, да. Знаю, ну не сказать, что я знаю все какие-то коллекционные, ну бренды именно, которые делают какие-то коллекционные айтемы, но КАФС я знаю, конечно. Купим? Ну как бы слово-то дано было. Я думаю, да. Все, от слов не отказываемся. Волшебность. Какие вообще у тебя хобби, ну были в детстве, сейчас появляются, может быть какие-то спорты новые добавляешь в жизнь? Слушай, я в детстве занимался вообще всем, чем можно практически. Я знаю, борьбой занимался? Да, занимался борьбой, боксинг. Ну борьбой, знаешь, официально, как бы я ходил, да, на секцию пару раз, но так как я каждый лет вижу в Дагестане, у меня бабушка оттуда, и я сам с пацанами на пляже, там проходили профессиональные борцы, мастера спорта, и просто как-то там на пляже не случили чему-то этому всему. И все, он так прижилось, и в целом я, нет, я далеко не фанат драк и всего этого, но просто я... Ну махаешься неплохо, мы все видели. Ну это такое есть, да, и в детстве занимался еще плаванием, меня даже звали в сборную нашу. Ты сейчас катался, летал, ты на доске катаешь или на лыжах? Да, на лыжах. На лыжах? Катаюсь на лыжах, да. И как тебе вообще? Слушай, мне очень нравится, я вообще очень долго катаюсь, но не скажу, что я какой-то жесткий профессионал, и как-то я все это время катался так, но сейчас, вот последний раз, когда мы ездили, мне что-то прям потянуло к всяким прыжкам, я там делал заднее сальто, в основном, по фри-райдам. Вот тогда я подведу, как насчет лыж Прада, возможно, знаешь, что такие сумасшедшие вообще? Да, да. Балансиаго сейчас выпустили ски-коллекцию, Дрейк выпустил под ногтой свою собственную ски-коллекцию, то есть все залетают вообще в этот спорт, и я думаю, чем-то надо себя одеть. Еще хочу сказать, Суприм, ой, точнее, Эрме. Да. Даже выпустил. Слушай, ну в лыжах от Эрме ты уже будешь таким аристократичным очень человечком, то вообще лыжи от Эрме, а знаешь, еще вот этот аккумулятор с этой кожаной вот этой... По цвету ты дальше бах. Слушай, ну, если их покупать, то это тебе надо ехать в Куршавель, кататься по синим трассам, знаешь, чисто так, аккуратно. Беречь их очень, я понял. Чисто для вайба, знаешь, грубо говоря. Хочется разноситься прям немножко. Ну, нет, есть, наверное, люди, которые покупают, и просто едут как больные, грубо говоря, там, вообще что хотят делать, но... Если вы человек, который хочет кататься, и, ну, такой, Райберт, так, блин, там, на фрирайд, туда-сюда, не думаю, что есть смысл их брать, потому что тратить столько денег на такую, знаешь, прям, брендовую лыжу, не думаю, что есть ли в этом. Окей, что насчет компьютерных игр? Я вот очень долго играл, вообще в детстве я вообще постоянно играл в Counter-Strike, играл в Fortnite, там, безумные деньги туда постоянно сливал. Сейчас как-то у меня вообще, ну, наверное, я бы сказал, последние годы-два, у меня все это пропало. Перестал играть, потому что, ну, даже не сказал бы, что нет времени, нет просто желания, хочется как-то развиваться именно в жизни. И я дотер такой. Не, конечно, когда есть, есть кайф, вот, поехать с пацанами. Вот, вот, да. Знаешь, в этом, да, сейчас с ребятами, ну, как, на выходных иногда ездим. Я вот так же, знаешь, года на четыре где-то выходил полностью из компьютеров, просто, ну, знаешь, уже начал относиться, да ладно, эти компы, а потом насловил себя на мысли, что я не знаю, что вечером поделать. Ну, все, то есть я уже все перепробовал, мне какие-то хобби уже не понравились, по ресторанам выходить не хочу, и заново вот ты компьютер открываешь, знаешь, как новое дыхание, просто там, с перерывом в три года в доту поиграть первый раз было, конечно. Ну, позорно, унижение полное, тотальное, просто, знаешь, там, три месяца где-то, и потом что-то начинаешь показывать. Обращу твой взгляд на кроссовки, это такое первое, так скажем, прогревочное, показательное витрины наших кроссовок, тут основные модели. Если бы меня спросили, какой бренд обуви ты бы носил постоянно, я бы выбрал Nike. Потому что у них есть, ну, вообще, так скажем, у них вся обувь спортивная, если что-то пошло, но есть и, условно, от этих Air Max'ов там до каких-то Travis'ов, знаешь, есть такой очень много. Выделимся как-то. Они в этом плане очень универсальны. Согласен с тобой. Но еще хотел бы выделить Balenciaga, потому что у них тоже есть. Balenciaga? Да. Мне нравится, как и до самых каких-то сумасшедших этих ботинок, и то есть... Стервозь буты, видел вот эти, которые я нашел. Да, 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 я даже хотел их купить. А, возможно, Mamule, чтобы на пляж ходить, комфортно было сумочку у Goyard. Слушай, Goyard, мне тоже, да, нравится. Если Mamule. Ну да, у меня тоже, мама, это красное слово прям, знаешь, такое как бы. Синенькую? А давайте мы спросим. Синенькую? Да. Значит, синенькую. Синенькая как море. Привет, сделай мне, как обычно. Я-то, кстати, в свое резюме накидал, не хочешь глянуть? На. Тебя что, смутил опыт работы? Но именно благодаря работе дальнобойщика в игре Black Rush я смог накопить денег на свой собственный коттедж и также открыть свой бизнес. Вот же, смотри, это я на сервере Иванова. Слушай, а еще же в игре огромное количество самых разнообразных тачек на любой вкус и цвет. И очень крутые возможности для тюнинга. Да и вообще, ты там можешь стать кем захочешь. Полицейским, инкассатором, охотником или, как я, открыть свой собственный бизнес. Слушай, ну и чтобы присоединиться к онлайн-игре о настоящей России, переходи обязательно по ссылочке в описании и не забудь ввести мой промокод ЕФРЕМОВ. Тогда ты получишь крутую тачку на пару часов и вип-статус. Увидимся в Black Rush'а. Это Black Rush'а. Играй под черный. Часы. Наша некая гордость. Почему? Потому что я считаю, что мир лимитированных часов это то, куда вот любой сникер-хед, который начал уже двигаться, он по-любому туда должен двигаться. Потому что это также инвестиции. Тут гораздо уже другие совсем деньги. И тут БУ не так сильно портит как бы ценность товара, как в носке там той же самой обуви. И в целом таки да. Что ты думаешь насчет вот таких полностью обсыпанных? На самом деле классно, мне это нравится. Но я считаю это так. Знаешь, не на каждый день, а выйти условно на выход куда-то. Но это случай, если будет уклон в рэп. И тут как раз подводим замечательно. У тебя же сейчас музыкальные успехи случились. Ты сделал кавер под руководством, правильно же я понимаю, да? Игоря Крутого. Но Игорь Крутой очень крутой. Мы еще по клипу Крида все помним. Расскажи, как опыт вообще, типа работа на студии прикольная, понравилась? Я и до этого, и до начала медикальной карьеры я занимался, так сказать. Ну так, чисто с другом писали в школе. Прикольно все было. Рэпчик был какой-то? Да, да, да. На демках лежит где-то? Да, лежит. Пишите, просите, пишите, просите, меня не трогайте. Вот сразу пишите, можете даже человеку писать напрямую. Просите. Ну там я сказал бы, есть что-то, есть прикольная парочка. Но знаешь, как-то, ты пусть это останется у меня. Так, детям покажу потом. Про работу в студии, если в целом, мне нравится. Я, честно, не кайфую, мне в кайф петь. Не сказал бы, что я сейчас какой-то там крутой певец. Вот, как я, я в детстве занимался вокалом, у меня даже есть пара медалей, то есть в возрасте примерно шести. Вот, и у меня самая активная моя жизнь была в шесть-пять, как бы все это происходило. Все успел сделать. Да, да, да. У меня есть пара медалей, я занимал первыми ставками в Санкт-Петербурге. Мне нравится петь, мне в целом нравится музыка. Какая вот, расскажи, очень интересно, какую музыку ты любишь слушать? Я прям меломан. Ты готовь сейчас, все, что ты скажешь, новый рэп просто. Он любит таких рэперов, не любит таких рэперов. Скажи, Макан, вот иногда тебе полностью захватывает тебя с душой? Андрюха, брат. Брат, все четко. Пожалуйста, если когда-нибудь решишь разговаривать, начать видео, сделай это у нас в магазине, ты часто это у нас гость тоже. Ну, он мне нравится очень, у творчества он нравится. Вот этот особо мне он захватил, давно, наверное, но вот на сердечных моментах захватил? Да, 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 но потом как-то это ушло, а потом, когда он начал делать все в стиле асфальт-8, как-то мне все это взошло, так сказать, на шагу ездить, что в машине, к сожалению, я пока еще не за рулем, но просто такой вайп ловишь. Кого еще? Рэвису, послушайте его. Вообще, конечно, да. Альбом утопим, мне очень нравится треками на My Eyes. Волшебных. Пройдем, посмотрим шмоточки. Потому что стилечек хочется твой обсудить. Шмоточки. Ты вообще когда с приятными шмоточками познакомился? Вот помнишь день, когда ты купил первую какую-то брендовую вещь и такой, так, вот это какое-то мое направление теперь? Брендовую вещь, которую я купил, наверное, в осознанном состоянии. Я такую не выделю, знаешь, как-то. Спасибо опять же маме, она все время мне покупала классные брендовые вещи. Наверное, в возрасте лет 13 я стал как-то больше обращать на это внимание, как-то пытаться формировать некие стили, как-то одеваться. Знаешь, ну как раньше, условно ты совсем там в детстве одеваешься там, чисто на кем-красную футболку, там синие штаны, что-то там зеленые кроссовки. Косочки, сандали, надел, полетел просто. Это не принципиально. Наверное, возраст всегда, как я уже сказал, 13 лет, настолько тоже задумываться о том, как я в целом выгляжу и такой, думаю, блин, надо. А за каким первым брендом начать следить? Первый бренд, я думаю, у всех пацанов это был Nike, за которым как бы ты смотришь, следишь. Наверное, это были как раз типа что-то по типу Супримов. Да, Суприм отличная точка входа у меня тоже. Я на парах в университете сижу каждый четверг просто и пытаюсь залететь в этот дропчик. У тебя получалось какой-то дроп брать самостоятельно? Каждый дроп в Канье я сидел на сайте. Да, по субботам, по субботам, на дизайне. Мы просто сидели вот так вот заранее все. Да, да, да. А у тебя в окружении кто-то поднимался на обуви, на перепродажи, там, на вот это все истории? Там и все как-то так потихоньку, аккуратно. Ну, по несколько пар там иногда. Поднимались, да, но у меня есть знакомый, да, который открывал свой некий какой-то там. Не сказать магазин, просто он продавал как бы свои странички в Инстаграме, но как-то далеко это не пошло. Из бренда Essentials, знакомы ли с брендом? Есть ли какие-то такие классические вообще вещи для, вот как сказал, для Дубая? Из Essentials я знакомый давно. У меня все одноклассники, именно арабы и в целом ребята странные. Они почему-то все отбиваются в Essentials. Слушай, ну вот эта вот тема, вот эта вот тема, она меня конкретно смущает. Потому что ты, я думаю, такой, ты сидишь и у тебя прям там вот это. А ты веришь в проклятие серых спортивок? Говорят, что любой мужчина, надевший серые спортивки, выглядит ужасно. Как бы он абсолютно автоматически. Я не знаю, я никогда не проверял. И потом у меня в какой-то момент появились серые спортивки Essentials. И представляешь, как я их надеюсь, белый футболк и понял, что никогда больше. Мерч утопии. У тебя есть какие-то вещи оттуда уже? Нет, прикиньте мне, нет. Есть только обувь как раз из твоего магазина, только Трэвиса. Единственное, что от него есть. Вот эта футболка. В Кавсен, да. Но мне не очень так это нравится. Есть какие-то вопросы. Да-да-да-да. Вот с этими как бы. Прикольно, что Кавс, но как будто... Да. Я хотел ее купить в году, когда она вышла. Когда она только вышла. По-моему, 20-й. Это было. Угу. Да. Я хотел ее купить, я там за ней бегал. Не нашел такой, потом думаю, ладно. А потом купил ее мой друг. Я на нее такой смотрю, думаю, судьба свела. Да, возможно. Возможно. Ну, не могу сказать, что это самая успешная коллаборация Кавса, но вот мерчик утопии. У нас вообще осталось только несколько вещей. Было сильно больше, но перед Новым годом все разобрали. Я вот рекомендую вот эту фишечку. Она под твои Тревисы, которые у тебя есть идеально вообще даже, мне кажется. Слушай, да. Кривайся. Очень классно. Видели бы продавцы, как продавать надо, а то стоят, вот ломают, скажи, раскат. Про хром не могу не спросить. Считаю, что ты по-любому должен себя одними джинсами обзавести рано или поздно. До 18 лет, то есть... Я хочу, слушай, я очень хочу. Чтобы мы увидели джинсы на тебе, да. Мне нравится сама история этого бренда. То есть это же семья, которая все это делает сама. Сама, которая все это делает вручную и это сближается. Да, старки вообще. Я чувствую свою уникальность в этом. Сейчас я не знаю, что насчет того, сами продолжают ли они все это делать. Частично где-то участвуют в разработке. Я думаю, сейчас это больше все уже пошло. В коммерцию немножко. В коммерцию немного. Но все равно вот это суть, так сказать, бренда. То, что Chrome Hearts, то есть семья сама вот это сбивает эти кресты серебряные. И все это очень круто. У тебя не было никогда вещей от Chrome? А, нет, у меня есть. У меня была футболка. Вот это хорошо. Вот это хорошо. Это знаешь, Мэтибой есть внутри Chrome? Да, да, я знаю. Ты что за тип? Слушай, мне нравится. Не, вот она, наверное, не классная. Он коллабы еще делает на наушники. Видел, как он Apple наушники Мэтибой разрисовывает вот такими же штучками? Там эти наушники потом по 5000 долларов продаются. А, это он? Да, да, да. Это Chrome Hearts, считай, наушники. Ну, грубо говоря. Слушай, да. Хорошо. Заслуживает своего внимания. Тут просто похвастаюсь. Вот у нас, видишь, кусочки обрывочки мерча. У нас есть кепка, футболка своя собственная. И вот такая еще футболка. Пока все, что запустили, будут еще кофты, будут зип-худи. Хотим развивать эту историю. Считаешь, что собственный продукт это, конечно, стопроцентное будущее. Собственность, да. Ты вообще как размышлял над собственным продуктом? Думал, да. Конечно, я думал об этом, когда увлекался прям максимально залезал в фэшн, следил там за всем. Были идеи, но сейчас как-то именно делать свой мерч, отталкиваясь от своих персонажей, от сериала, от всяких там фильмов, проектов разных. Как-то нет такого желания. И я сейчас не думаю, что я действительно смогу что-то сделать такое цепляющее, новое. Но глобально вообще по жизни ты бы хотел свой какой-то бренд иметь. Слушай, я думаю, да. Вот я тебе со временем скажу, я всегда, знаешь, был большим таким человеком, который против всегда был собственного бренда. Вот мне говорят там коллеги, партнер говорит, Дима такой, да давай сделаем. Я такой, нет, мы концепт реселл, мы не должны делать свои шмотки. Это как-то неправильно. А потом я понял, что в своем гораздо приятнее ходить. Только ты реально тут отвечаешь полностью за все. То есть, потому что когда у тебя другой чей-то продукт, ты все равно можешь его, ты можешь о нем красиво рассказать, ты можешь его искренне любить, но ты не можешь за него до конца отвечать, за футболку, вот Кавс как бы, но он сделал ее и сделал. За этот принт я не могу ручаться. За свои совсем иначе. Про принт хочу выделить, что очень классно сделано. Как-то устроен флеймаркет, если знаешь, куда. Да, да, классно. Вдохновились. Честно говорим, ничего страшного. Мы сегодня с тобой говорили про искусственный интеллект. Я считаю, в этом году он по-любому должен врываться вообще всем в контент. И мы попросили его свизуализировать два фильма в один. тебе нужно догадать, какой фильм основной. Вот по этим картинкам. Вот такая первая. Но тут невозможно, я сейчас не читаю. Ну, это Гарри Поттер. Ну, молнии нет, не можешь утверждать на лбу. Ну, слушай, либо это... Гарри Поттер с кем? Проткрымского моря. Я думаю, да. Да, это оно. Вот это кто? Это я знаю, это хорошо. Это, ну, конечно, Звездные войны с... Блин, забыл. Что-то очень знакомое. Смотри, если я бокал бы взял бы, его так бы сделал. Ты бы узнал, о чем я говорю. Ай, я забыл. Это не в «Воксфордс». Еще, да, но близко. Бурунов тоже озвучил. А, «Великий Гэзбук». Это «Великий Гэзбук». Абсолютно верно. Абсолютно верно. Но это легко. Ну, это «Маши медведи». Это «Шрек». Да, но это «Шрек» в стиле аниме просто. Прикольно, кстати, получилось. Как будто можно было глянуть. Смотрел когда-нибудь аниме? Аниме? Да, да, да. Знаешь, я... В свое время. Нет, нет. Ну, когда мне было лет 13, я не обратно очень смотреть аниме, и он мне как-то в это завез. Я такой что-то скажу, что ты сможешь, блин, не? А потом такой что-то с ним глянул. Это как раз «Токийский гуль». Тот самый, знаешь, это самое... Ну, тот с чего, как бы. Мне очень стыдно сейчас стало, потому что я хотел начать петь опенинг. Я наизусть помню опенинг. Но мне так кринжово, знаешь, когда взрослый мужик бородатый начинает говорить про гуля с кем-то. Реально, ну, ловишь какое-то внутреннее неудобство, но это очень круто смотреть. Хотелось бы, чтобы у нас в России сняли какое-то крутое аниме, знаешь. Да, ну что-то вот... И если вы будете снимать аниме в России, я готов озвучивать, как минимум. Я готов нарисовать весь товар, все, что они будут одеты, просто если надо будет. Едем дальше. Слушай, могу вкинуть 1 плюс 1, как бы. 1 плюс 1? Наверное, не знаю. Слушай, вообще, Forrest Gump может... Это реально Forrest Gump в стиле аниме? Да, 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 да. Вау. Фига они непонятно нарисовали. Так, вот это что? Stranger Things. Вот эти очень странные дела, по-моему, нет? Это назад в будущее в стиле Гарри Поттера, извините. Да, назад в будущее в стиле Гарри Поттера. Вот они в твоем прилежали. Слушай, я, кстати, подумал, да. Да, 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 вот там. Ай, да, 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 тот самый. Офигеть. Ну, это... Тоже Star Wars. Да, Star Wars и как раз, по-моему, Волкс Волл-стрит. Скидка у тебя набивается, конечно, хорошенькая. Вот мы в нашем кульминационном месте, так скажем, наша зона кроссовок. Я начну с рассказа про эту пару. Orange Lobster, да, коллаборация с магазином Concept, замечательный ритейл-стор, вообще известный на весь мир. И помню, что год назад, когда она выходила, даже годы несколько месяцев назад, и я только-только достраивал магазин, решил самостоятельно поехать на дроп. И отстоял весь дроп, там что-то с кем-то познакомился. И потом ко мне несколько русскоговорящих пацанов ко мне подошло и такие, бро, ты покупаешь что-то? Я начинаю им говорить, мы тебя знаем, да, 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 ты там на реселе, и купи у нас пары. Вот, и ты мне сегодня говоришь, что ты был одним из них вообще. Именно так. Я вообще в каких шагах был просто. В тот день случилось две очень приятные новости, так сказать. В этот день, как раз, я много раз уже говорил в интервью разных, мы сидели в кафе, и я там упоминал то, что мы стояли в очереди за кроссовками. Как раз-то были те самые кроссовки, и именно в этот день я и узнал вообще в кастинге, все равно слово пацана. И вот так мы встретились с Никитой в первый раз. Первый раз. Как тебе опыт вообще стояния в очереди? Это была первая очередь твоя здесь? Как тебе? Расскажи. Слушай, долго. Реально долго. Это для всех, кто такие. Мы пойдем, сами купим. Мы стояли часов восемь, наверное. Мы пришли туда. В ночь вообще, да? Да, мы пришли вообще с вечера. До следующего утра, по-моему, мы вообще там сидели сколько. Там вообще, знаешь, было даже несколько драк почти, что. Да-да-да. Там все лезвие за пары. Мясицы. Да-да-да, я помню. Но мы как-то так дружненько все это отстояли. Там еще спешл боксы же все было. Все шло с барбриком. Да-да-да, это вообще круто. И я там познакомился с некоторыми ребятами, которые занимаются вообще рестейлым концовкой. Это прикольно. Новое знакомство. И определенно не забываем опыт. Расскажи, вы сделали какой-то профит на парах? Потому что я, по-моему, не купил в итоге у вас пары. Да-да-да. Смотри, вот такая история. Одну пару я обменял на зеленую лобстер, которая у меня до сих пор есть. Не может быть. Да, не знаю. Просто они мне очень нравились. Вторые я продал за 75 тысяч. То есть вот так получается можно поймать какой-то классный сникер-релиз в Дубай, отстоять очередь и потом заниматься настоятельной продажей. Можно привезти к нам на реализацию всегда. Не обязательно нам сразу на продажу предлагать. Какие самые захватывающие здесь для тебя кроссовки? У нас есть даже Air Easy. Это когда Канье работал с Найки. Самые, знаешь, захватывающие именно, которые такие играл, это, конечно, безусловно, они. Это Air Easy, потому что они, во-первых, вошли, так сказать, в историю, потому что когда Найки, можно сказать, даже Adidas, знаешь, сколлаборировали, и это очень круто. Это легендарная пара. Она даже, я бы сказал, стоит выше Джордан Диор. В какой-то момент купил бы себе? Я купил бы, но я бы их не носил. Я бы так же их поставил, и я видел тебя в Москве в магазине, как раз на Петровке, по-моему, стоят Вилоны. Ой. Это тоже очень крутая пара. Да, тебе нравится? Я бы так же поступил с ними, как-то просто их поставил. Ты сам бренд Вилон таскал? Нет. Ну, когда был эти дикие хайбы, знаешь, на этих футболочках с Визис, я такой думаю, блин, что-то все носят. Да, мне нравилось. Я даже друзьям подарил просто эти футболки. Что-нибудь такое вообще, как отношение к Трэвисам Фрагментам? Слушай, они крутые. Да. Это очень, знаешь, аккуратненько дорого. Ну, знаешь, да. Нет, они, безусловно, вообще крутые. Это легендарная пара. Это вообще история, можно сказать, оба стиля, начало этого всего. Но я их пару раз носил, и как-то они мне не очень заходят. Больше мне нравятся именно низкие пара. Окей. Что отсюда может попасть в коллекцию пополнить? Ну, конечно, я бы, наверное... Делаем. Делаем. Мы сейчас проверим твои баскетбольные навыки. Пожалуйста, запуляйте в Кямала кроссовком. Без обуви я выделил бы, наверное, типа Powerpuff Girls. Недавний релиз. Они очень прикольные, реально. Слушай, мне безумно приятно, что я стою человеком, и он релиз, который вышел меньше месяц назад, называет правильно, полностью по названию. Ну, слушай, мне нравится именно вот это. Она прикольная пара. Да, согласен. Такой у нее очень ядреный, классный зеленый цвет. Ну, давай. Давай. Пусть. Обитель данков. Что есть? Ну, я так понимаю, у тебя много вообще разных кросс есть. Ты регулярно цепляешь релизы, но, может быть, есть что-то, чем можно тебя удивить, типа клоты-фрагменты, может быть, ты пропустил. Да, я знаю, знаю. Нет, я их, ну, в плане пропустил покупки, да, но так я знаю, их данки. Слушай, они мне не так не очень нравятся именно по носке. Как-то они мне неудобны на ноге в целом. Я больше к сбишкам в этом плане. Открываем лот сбишки. Вот это. Это Юта Харигоми, да. Это японский скейтбордист. Крутейший вообще чувачок. И полностью его дизайн с его логотипчиком. Мне кажется, знаешь, просто, ну, сама сочность пара. Она такая насыщенная, ты прям смотришь на нее. Она, знаешь, такая прям классическая, хочется взять ее там, знаешь, полет такой, какая-то прогулочка, знаешь. Согласились, да-да-да. Вот, кстати, под нее серые спортивки будут волшебные как раз. Вуду. А, Вуду, да. Слушай, Вуду общенький. И по стильку сразу. Стилист имеется? Нет. У тебя нет стиль. Вообще, то есть вот прям. Вообще сам. Блин, это очень круто. Это очень круто. Я вот тоже полностью сам. И мне иногда коллеги мои по цеху говорят, Никит, может быть, тебе стилист прям, хочешь, знаешь, кинуть в них чем-то. Лучше я один раз мне очень круто оденусь. Мне пишут об этом в комментариях. Но я пробую, я сочетаю. Тоже по этому. Слушай, это очень классно вообще. Спасибо. Вуду как-то. Да. А что ты кидаешь? А? Слушай, а мне так понравилось кидать просто. Я никогда не кидал, а так прикольно. Kanye West, ну, это отец. Легенда, отец, да. Это просто легенда всей его треки, которую он выпускал. Это все. Как бы, ты знаешь, можно в рамочку сейчас ставить каждый альбом. Как ты думаешь, как надо внутренне вообще, кем надо внутренне быть, чтобы вот на таком уровне себя поддерживать и взращивать? Как надо вообще жизнь вести, не знаю, может быть? Я думаю, надо быть очень творческим человеком. То есть, если ты любишь музыку, то ты можешь из музыки как-то это реализовывать изображение в своей голове, знаешь, как искусственный интеллект. То есть, только ты придешь это сам, ты спишь и такой, что-то там напеваешься, знаешь, по песне даже у тебя может пара какая-то просто в голове воздикнуть. И это надо быть творческим правым человеком. Ну, и амбиция, знаешь, еще мне кажется. То есть, я мало того, что хочу, я хочу, чтобы признал весь мир просто нахер то, что я делаю. Движ, который сейчас происходит у Каннивеста, он подписывает к себе Гошу Рубчинского, хед-дизайнером Изи. Ваш коллега по цеху просто делает фотосессию в мерче в Волчерс, который прогрев к новому альбому. И Гоша его как-то подтягивает, видимо, они с ребятами у Вайпера, как-то я понял, там где-то знакомятся. Потом просто открываю сторис Каннивеста и думаю, почему он, а не я, едет в Египет? Я вообще тоже офигел. Я такое вижу, такое думаю, блин, это их новый мерч, можно так даже сказать, наверное, к альбому уходящему. Но, слушай, Ярику повезло, не из зависти это, говорю, это реально шанс на миллион, и это вообще, от этого я советую двигаться. Можно просто случайно в модельный бизнес он мог зайти. Знаешь, просто как бы из-за актера просто на Париж Fashion Week случайно стукнуть. А вот расскажи, с Нового года после такого вот взлётика, уже, наверное, по графику вообще всё расписано до лета? Я стараюсь не вникать в всё график, потому что, типа, у меня есть люди, которые за этим следят, мне говорят, Леон, надо там завтра поседать съездить. А как по школе? Шесть дней в неделю, да? Пять. Как-то сейчас, знаешь, хочется отучиться уже, ладно. Но благо у нас очень много каникул, значит, там вот сейчас мы были каникулы месяц. Я месяц был, плачно отработал, и сейчас вот опять учёба получается у нас около месяца. Потом у нас каникулы там две недели, поэтому у нас как-то всё так классно сделано, что есть время и поработать, и поучиться. Перейдём к ботинкам великого и ужасного Трависа Скотта. Слушай, тут сразу могу сказать, так как в Дубае ты наверняка знаешь такое место, как топ-гольф, куда ходят все туси. Ну блин, оливковый цвет ещё. Оливковый цвет вообще, я считаю, в этом году, да, очень хорошо тоже форсится. Да. А что насчёт фантомщиков для Москвы? Я думаю, видишь, тут же ещё немножечко. Фантомы мне очень нравятся. Нравятся? Цепляют, потому что я люблю, знаешь, чёрные обуви, и это именно то, что когда надо аккуратно быть. Тогда ставим точку вот на этом. Ставим точку железа. Очень хороший пик, я очень рад, что у тебя, во-первых, ты как Сникерхед уже много-много релизов знаешь, много релизов у тебя есть. Я считаю, мы прям идеально дополнили, всё ещё и маму порадовали. Мам, если ты будешь смотреть, я тебя люблю тоже. Да, привет. Если что, я тоже передаю. Если что, тоже. У вас очень хороший сын. Спасибо. Ютубчик не хочешь свой сделать? Я видел у вас какие... А у меня будет влог. А, ты мне тут сказал за кулисой, он говорит, бро, сколько у тебя подписчиков? Я такой, ну вот, мы за год очень старались, там 460 тысяч. Он такой, смотри, ничего не хочу сказать, но вот у меня шортс делаю просто. Почти столько же. Почти столько же. Я думаю, есть какой-то фейковый аккаунт, на котором можно даже больше подписчиков. Да, да, да. Будет ли большой хронометраж? Да, в скором времени. Влоги бы хотелось посмотреть про жизнь в Дубае, потому что то, как ты живёшь, ну, понимаешь, никто не может показать. Тебе сейчас дана такая медийная возможность показать вообще, как можно. Это же круто, ваш лайфстайл, мне кажется, это весело, это классно, это интересно. Блин, буду ждать, буду ждать. Слушай, сколько у тебя обычно лайков набирают в видео? Ну, не очень. Максимально 40 тысяч лайков, по-моему, было в видео, которое с Моргеном набрало. Давайте. Если будет у нас 100 тысяч лайков. Если будет 100 тысяч лайков, так. Мы с Никитой идём на дроп, на ревиз. Стоим полностью всю очередь там со всеми, то есть с африканцами, с индусами, которых отправляют там по 300 человек рестеллеры. Мы пойдём сами, встанем и честно с ними вот на таких вот скамейчиках отстоим и всё это ещё и покажем. И снимем влог. Волшебно. Итак, начинаем. Леон, с тобой, я думаю, это будет самая интересная рубрика, потому что мы сейчас будем подтверждать все знания о кроссовках твоих. Просто начинай. Тут есть 7 цен, я быстро их озвучу. 104, 750, 79, 750, 69, 750. Так что за курс такой? 42, 250, 52, 750, 121, 250, 157, 250. Слушай, фрагменты, сколько они стоят? Так, они стоят, я знаю, сколько они стоят. Они стоят примерно 120, я думаю. Нет, 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 они стоят 7 минут. Так, так, 69, 750 идет на единички хоум-мэйдж. С кем-то у меня застают? 104. Атмосы получают прайс в 104 тысячи и 42, 250. Итак, пожалуйста, озвучите вердикт. Это у нас фейковая цена, они у нас стоят именно четверки 69 тысяч. Да, то есть мы двигаем вот так вот. Интересно, что здесь изначально ты сделал правильную цену, а потом ее убрал и постоянно неправильно. Потому что тоже у нас фейковая цена. Нет, 157. Да. Да, с данками фрагментами ты угадал. И осталось еще 121 у нас здесь. В итоге ты угадал у нас. Латы, фрагменты и все? И все. Слушай, ну латы достаточно демократичный по цене. 2%? Это волшебно. Ну, ко всем тем, что уже есть. Еще 2% скидки у нас хорошие. Все-таки для наших любимых гостей. Попытаемся угадать, какой у нас чек сейчас. Давай ты первый. Давай, я первый, и я скажу, что эта сумма... 26 тысяч дирхам. 33. Окей. Без учета братской скидки и 2% у нас 58 тысяч 89 дирхам. Устенький залет, так, извинились. Неплохой, согласен. А с учетом уже братской скидки и 2%, которые ты выиграл, у нас 45,310. Чикс. Слушай, спасибо тебе огромное за жопинг. Вот, сейчас будем паковать твои покупочки. Это было волшебство. Лен, спасибо тебе огромное, что пришел. Вот кучу твоих пакетов. Пакеты настоящие, друзья. Да. Все там. Все там. Огромное, еще раз, респект. Я безумно впечатлен вообще общению с тобой. Ты крутейший парень. Я уверен, ты в 20 будешь делать такие вещи, что просто всем надо перевернуться и готовиться. Ребят, просто растет легенда, 100%. Пишите, пожалуйста, нам в комментариях, кого бы вы хотели видеть еще вообще в принципе у нас на выпусках. А также все, что мы сегодня говорили, обсуждали, тоже пишите. Пробиваем 100 тысяч лайков и идем вместе на кэмп. Я считаю, самый крутой компанией. Да, я считаю, влог будет... Бомбический. Все в ваших руках, ребята. Все в ваших пальцах, я бы даже сказал. Я желаю, чтобы тебе, Никита, чтобы люди, когда думали о кроссовках, о моде, в целом, у них первое, что вывязал в голове, это Никита Ефремов. Никита Ефремов. Спасибо, очень приятно. Очень приятно. От души. Да. Спасибо. 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 Спасибо.